На канал Эйзегет поступил такой вопрос, было ли у Христа чувство юмора? Ну, сам вопрос, мне кажется, звучит не очень корректно. Если говорить о творении Божьем, то в творении Божьем вообще можем видеть всевозможные интересные и очень разнообразные и зачастую труднопонимаемые формы жизни для нас с вами. Которые у нас могут вызвать чувство юмора. Какие-то немыслимые рыбы разных цветов и видов. Какие-то птицы всевозможные, животный мир, растения. И вот это разнообразие, вот эта разноцветность, вот эта разность творения может у нас вызывать некое чувство юмора, некое чувство комизма. Нам становится весело. Но веселье разное бывает. Бывает дурное веселье, когда человек, возбуждаясь, начинает кого-то унижать своим смехом. Бывает веселье, радость, благодарность Богу за то, что сотворил. Если мы говорим о Христе, то, конечно, этот вопрос несуразный и неуместный, потому что Христос пришел для того, чтобы грешников спасти. И в Евангелии мы нигде не видим, чтобы он улыбался или смеялся. Мы знаем, что он плакал, читаем об этом. Он скорбел, он сострадал, он сопереживал. Но совершенно не подавая ему какой-либо смех, и даже трудно представить, что это могло бы быть. Поэтому, когда мы говорим о Христе, когда мы говорим о его подвиге, когда мы говорим о его голгофской жертве, и вообще во всем духовном, пусть у нас будет благодарность. Благодарность – это самое лучшее состояние нашего сердца. Оно выше всех его веселья, оно глубже, оно судняет нас с Богом, оно помогает нам научиться любить. Потому что где благодарность, там и любовь. Где неблагодарность, там любви быть никакой не может. Поэтому будем говорить больше об этом добром чувстве, чувстве благодарности, благоговения, и в конце концов, такой глубины радости, когда мы говорим о Христе. Субтитры создавал DimaTorzok